Добрый вечер! Вы смотрите новости Прима. В студии Анастасия Цыганова сейчас коротко о главных событиях этого дня. Заканчивается отопительный сезон и сразу же начинаются отключения горячей воды. Уже завтра кому готовиться? Край может лишиться почти 30% своего бюджета. Нурникель собирается платить налоги в другом регионе. К чему это приведет, обсудили краевые депутаты. ОПГ Малиновские крышевали, избивали и вымогали, а еще строили бассейн на острове Татышев. Следователи накрыли банду в Красноярске. В Девногорске открылась мульти-лаба. Цена проекта 10 миллионов рублей всего за 55 квадратных метров. Чем там займутся дети? Отопительный сезон в Красноярске подошел к концу. Батареи в домах начнут остывать уже завтра с 8 утра. Распережение подписал накануне глава города Владислав Логинов. Вместе с теплом из кранов уйдет и горячая вода. Испытания на теплосетях начнут проводить в нескольких районах сразу после окончания отопительного сезона. Это касается жителей правого берега от Березовки до Цирка и Торгашинского кладбища, а также часть Лева от Медуниверситета до Дворца труда. Также под отключение попадет микрорайон Удачный. Испытания в этих районах закончатся 28 мая. В СГК предупреждают, во время проверки труб в городе могут происходить коммунальные порывы и даже провалы грунта. Стали известны и точные даты, когда в городе не будет холодной воды. Сроки перенесли на начало июня. Каждое отключение будет длиться двое суток. Теперь первыми под отключение холодной воды попадает весь советский район, кроме Солнечного. Это случится 2 июня. С 16-го отключают водозабор на острове Отдыха. Он обеспечивает водой Свердловский район и часть Кировского. С 7 июля холодную воду отключат во второй половине Кировского и в Ленинском районе. 21 июля очередь центрального и части железнодорожного до ЖД-путей. Последними 11 августа без воды останутся вторая часть железнодорожного района и Октябрьские полностью. Красноярский край может лишиться почти 30% своего бюджета. Компания «Нурникель» намерена стать налоговым резидентом другого региона. Об этом сегодня на сессии законсобрания рассказал депутат Андрей Мецлер. По его словам, руководство «Нурникеля» берет курс на формирование своего центра прибыли в Мурманске. Чем утечка налогов от такого промышленного гиганта грозит нашему краю, догадаться несложно. По сути, налоги компании — это деньги жителей. И эффектом может стать урезанные бюджеты на ремонт и соцсферу. Непостроенные школы, больницы, закрытые инвестиционные программы. При этом «Нурникель» продолжит работать в крае и влиять на его экосистему. Чего стоит только экологическая катастрофа в мае 2020-го, когда на дочернем предприятии «Нурникеля» произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Когда такой ущерб наносится среде, а налоги, которые должны хоть как-то компенсировать происходящее, будут платить где-то там, нужно спрашивать с менеджмента, заявил Мецлер. Приводим фрагменты его выступления. Регион превращают в один из многих регионов, где полезные ископаемые только добываются. Со всеми вытекающими последствиями для экологии. Красноярский край предоставляет льготы крупным финансово-промышленным компаниям. При этом, например, «Нурникель» истощая регион, переводят финансовые потоки, технологию и переработки на Кольский полуостров. Вы знаете, что там уже проектируется завод цветных металлов? Что будет с нашим красцветметом? Хочу отметить, что заблаговременно компания «Норильский никель» на Кольском полуострове получила долгосрочные преференции по налогам. Мы сегодня уже можем декларировать, что мы получим с вами ряд выпадающих доходов, а это десятки миллиардов. Как мы будем жить дальше? Что будем отвечать нашим избирателям, нашим жителям? Хороший подарок «Нурникель» преподносит жителям Красноярского края. И свежий сюрприз. Отказ выплачивать дивиденды. В непростой период для нашей страны все основные процессы на крупных системообразующих предприятиях должны соответствовать в первую очередь государственным интересам. А тем, кто против, нужно напомнить о перспективах национализации. Ее возможности никто не отменял. Смена центра прибыли «Нурникеля» – крайне негативная картина для нашего региона подытожил депутат. Впереди формирование и расчет краевого бюджета, с которым напрямую как раз и связано поступление от крупных финансовых промышленных групп. Депутат предложил подготовить план действий, который сможет предотвратить неблагоприятное развитие событий. В идеале в этом разговоре должны принять участие сами гендиректора крупных компаний. И вот очередной пример. Следователи окончили расследование уголовного дела о разливе на Таймыре 38 тонн авиационного топлива. Керосин попал в местное озеро возле поселка Тухарт, когда его перекачивали с баржи в цистерну. Занималась этим компания «Норильск Трансгаз». Это дочернее предприятие все того же «Нурникеля». На скамье подсудимых могут оказаться сразу пятеро сотрудников компании. По версии следователей, они допустили работу трубопровода, который не отвечал требованиям безопасности. Трубы провисли между опорами, из-за чего разорвался сварочный шов. Как минимум 38 тонн горючего хлынули сначала в ручей и дальше в озера. Специалисты выяснили, что разлив нанес сильный вред водным ресурсам и ухудшил условия обитания и размножения животных и рыб. Урон экологии оценили в 122 миллиона рублей. По иску прокуратуры компания возместила ущерб, но обвиняемые вину не признают и в ближайшее время дело уйдет в суд. И еще новость с сегодняшней сессии ЗАГСобрания. Депутат по Каннской группе Николай Креминский досрочно сложил свои полномочия. Его отставку приняли коллеги. Теперь место Креминского может занять кто-то другой из списка «Единой России». Может, это станет и лидер избирательного списка Александр Ус. Возможная рокировка выглядит просто. Дальше от своего места в Совете Федерации откажется Валерий Семенов, и он вернется в ЗАГСобрание. А место сенатора займет экс-губернатор. Сам же Николай Креминский сегодня свою отставку прокомментировал очень сдержанно. Жизнь вносит свои коррективы, всякая жизнь не бывает. Поэтому на основании этого я решение принял. Но могу сказать, что дело сельского хозяйства и все, что связано с жизнью Красноярского края, я не оставлю. Дочь Владимира Егорова Александру Савельеву на два месяца отправили под домашний арест. В строительной фирме «Сибиряк» она работала главным бухгалтером. Дочь Егорова тоже проходит по делу о крупном мошенничестве при строительстве школы в Иландском. Также в деле есть и третий фигурант. На два месяца в СИЗО отправили оценщика фирмы «Сибиряк». По версии следствия, после завершения строительства он составил отчет с завышенной стоимостью работ, которая оказалась больше почти на 400 миллионов рублей. А накануне стало известно о ЧП на стройплощадке «Сибиряка». На территории бывшего комбайнового завода ночью рабочий упал с крыши. По словам строителей, прораб якобы заставляет их оставаться на объекте в темное время, нарушая правила безопасности. По нашим данным, кровельщик упал с восьмого этажа. Мужчина выжил и сейчас находится в больнице. Громкие дела в последние дни просто сыпятся на наш край. И вот еще одна история идет к финалу. Зам генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу о растрате почти 100 миллионов рублей. Судить будут Дениса Бундюка, красноярского предпринимателя и главбуха красноярской ячейки ЛДПР. По этому же делу проходит и политик Сергей Натаров. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы Бундюк вместе с сообщниками поставлял товары по завышенной цене, а также предоставлял фиктивные услуги в Игарку на север края. В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму более 96 миллионов рублей. Кроме того, путем финансовых махинаций им удалось легализовать около 3 миллионов, считают следователи. Денис Бундюк же согласился сотрудничать со следствием. В состав его ОПГ якобы входило несколько человек. Среди них, возможно, и депутат Закцобрания Сергей Натаров. Это подтвердили в Краевой прокуратуре. Силовики накрыли в Красноярске ОПГ. Да, такие, оказывается, все еще существуют. Это криминал, разбой и вымогательство. Причем здесь остров Татышев. Об этом после короткой рекламы. А в вечернем канале «Прима» сегодня обсудим с экспертами, к чему может привести варварская обрезка деревьев. Силовики накрыли одной из самых влиятельных преступных группировок в Красноярске – Малиновских. На их счету хулиганство, групповой разбор, вымогательство и куча других преступлений. По данным прокуратуры, группировку покрывал бывший замглавы Краевой полиции Привалихин, которого ранее задержали за взятку. Сам Малиновский успел скрыться и сейчас в розыске. В 2021 году его компания, кстати, выиграла конкурс на строительство бассейна в Татышев-парке. По одному из условий контракта рабочие должны были перебрать землю на предмет археологии, но делать этого не стали и просто вывезли грунт без всяких исследований. Ущерб городу – 80 миллионов рублей. А сейчас еще несколько коротких новостей. Красноярского автохама на Майбахе накажут за незаконную парковку и установку персонального знака. Мужчина по-царски вставал на тротуаре на МРЧК под личной табличкой. Это заметили горожане. На адрес выехал экипаж ДПС. Машины на месте уже не было. Знак демонтировали, а автовладельцу выписали штраф в тысячу рублей. Из Красноярска в Абакан запускают прямой рейс. Краевой перевозчик «Красавия» расширяет летнюю программу полетов. Старт направления – 6 июня. Летать в столицу Хакасии будут трижды в неделю из аэропорта Черемшанка. Вечерние рейсы из Красноярска в 8.20, обратно из Абакана в пол-одиннадцатого. Средняя цена – 2500 рублей в одну сторону с багажом. В Покровке в районе Брянской недалеко от здания ГИБДД загорелись гаражи. Черный дым было видно из центра города. Две спецмашины добрались к месту возгорания по грунтовой дороге. В это время уже сильно горела крыша гаражного бокса. Пострадавших нет, что стало причиной пожара выясняется. На экс-урководителя Красноярского отделения фонда соцстрахования завели еще два уголовных дела. В этот раз сумма взяток могла достичь полумиллиона рублей. Сейчас Сергей Москвин под домашним арестом его задержали в январе. По информации правоохранителей, мужчина помогал коммерческой фирме получать контракты на санаторно-курортный отдых детей-инвалидов. Предшественницу Москвина Ирину Астанину в 2017 году обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ее приговорили к пяти годам колонии. На северных трассах края сложные погодные условия. В МЧС сообщают, из-за ухудшения состояния дороги на сутки ограничивали пассажироперевозку автобусами на трех участках Канск-Абан-Багучаны, Багучаны-Кодинск и Багучаны-Манзе. В Ергаках застрелят опасного для туристов медведя. Об этом просит дирекция парка. Решение принимает Минприроды. В приказе сказано, что до 19 мая убить нужно будет одного взрослого хищника. Напомним, в июне 2021 года медведь в Ергаках загрыз 16-летнего парня. В июле того же года зверь убил 42-летнего туриста. Проблемы детей-подростков в крае обсудили сегодня на очередной сессии за собрание. Перед депутатами выступила детский омбудсмен Ирина Мирошникова. Подробно изучили и вопрос инвестиционных проектов, например, поддержку предпринимателей технологической долины. Подробнее о заседании в сюжете. В прошедшем году к нам за защитой своих прав обратился 21 несовершеннолетний подросток. От вступления в брак до побоев в семье с огромным спектром вопросов обращаются подростки к детскому омбудсмену Ирине Мирошниковой. Об этом она сегодня рассказывает депутатам на сессии законодательного собрания. Например, о приемных детях, опекуны которых не очень заботятся об их благополучии. За два года из приемных семей обратно в детские дома были возвращены 376 детей. В 66% случаев это происходит по инициативе опекунов. Омбудсмен говорит, обращений стало больше не только от подростков, но и от опекунов и даже просто от неравнодушных людей. Каждый из комитетов в этом докладе нашел свои болевые точки. Это вопрос единого органа. Единого органа, который занимается семьей. Пока это межвет. В бюрократической системе межвет это самое страшное. Когда за одно отвечают одни, за второе отвечают вторые, за третье отвечают третье. Они все работают по разным собственным нормативным актам. И когда есть необходимость объединить их усилия, объединение не получается. Комитет 2017 года говорит о необходимости создать такой единый орган. Депутаты также поднимали вопросы детского отдыха, алиментов и даже генетических тестов для матерей по ОМС. Еще одной важной темой этого заседания стала инвестиционная политика. В законе хотят закрепить меры поддержки резидентов технологической долины. Поправки в документ приняты в первом чтении. Необходимо четко регламентировать, какие меры поддержки управляющая компания этой технологической долины оказывает резидентам и за что Красноярский край будет платить свои деньги. Это и инфраструктура, это общее управление всем большим имущественным комплексом этой Красноярской технологической долины. И все эти нормы сейчас будут в законе для того, чтобы мы могли четко контролировать, чтобы только то, что необходимо оказывалось, но необходимом объеме это было и привлекало инвесторов в Красноярский край. А вот на следующей сессии в начале июня народные избранники обсудят предстоящие выборы губернатора и депутатов, рассказал спикер краевого парламента Алексей Додатко. Мы в качестве основных рассмотрим вопросы, связанные с назначением выборов губернатора края и дополнительных выборов в законодательное собрание края. И 22 июня, где в качестве стежневого вопроса отчет закон о исполнении краевого бюджета за 22 год. В целом же сегодня по повестке депутаты рассмотрели 31 вопрос. Алена Крешининикова, Андрей Ткачук, Новости Прима. В Девногорске сегодня открылся четвертый в Сибири центр развития компетенции «Мультилаб». Это современное образовательное пространство, организованное на базе Девногорской школы номер 4. Оно станет новой уникальной площадкой для обучения. Новейший станок ЧПУ в «Мультилабе Н-Плюс» — лишь часть оборудования для изучения новых технологий, которое появилось в Девногорской школе. Помещение выполнено в современном дизайне и с эргономичной планировкой. Больше всего обновлению рады школьники. Для них это возможность проявить себя и определиться с профессией. Оно предоставляет безграничные возможности. И это очень классно, потому что в нашей школе такого, мне кажется, никогда не было. Ну и не во всех школах такое есть. Чтобы «Мультилабе Н-Плюс» открылся именно здесь, в школе Девногорска, пришлось пройти сложный отбор. Нужно было сделать описание помещения, показать актуальность проекта, компетентность преподавательского состава и разработать календарный план событий и мероприятий. В школе говорят, результат того стоит. Здесь это море возможностей. Море возможностей для конструирования, для проектной деятельности, исследовательской. Возможность использовать современное оборудование для программирования непосредственно. У нас есть ребята, которые могут и готовы, но не было на чем. Вот сейчас это все есть. Площадь «Мультилаба» почти 55 квадратных метров, а бюджет проекта – 10 миллионов рублей. Появление второго нового «Мультилаба» в Девногорске стало возможно благодаря финансовой поддержке независимого неисполнительного директора компании «Н-Плюс» Жанны Фокиной. Я действительно считаю это выгодной инвестицией в перспективное будущее родного края. Ведь открытие таких центров позволит повысить уровень образования в регионе и сформировать у молодежи интерес к инновациям, технологиям, науке и творчеству. Это уже второй «Мультилаб» в Девногорске. Первый открылся в прошлом году и отлично себя показал. Поэтому и было принято решение заявиться на конкурс, чтобы создать еще одно обучающее пространство. Проектируя этот центр из компании «Н-Плюс», было четкое понимание, какая есть потребность, что будет востребовано, какая сегодня здесь проектная группа, какие преподаватели, чем надо еще поучиться. И сегодня в комплексе это готовая лаборатория, которая будет пользоваться спросом. Мы в этом уверены на 100%. Поддержка и развитие образовательных проектов, формирование кадрового потенциала – задачи, которые всегда ставил основатель «Н-Плюс» Олег Дерипаско. До конца года в России появятся еще три мультилаба «Н-Плюс» в Братске, Ангарске и Нижнем Новгороде. Планируемый ежегодный охват участников во всех семи мультилабах составит около 10 тысяч человек. В целом компания инвестировала в проект во всех городах 85 миллионов рублей. На дорогах Красноярска и Красноярского края началось нанесение дорожной разметки. Обычно сезон стартует в конце марта-начале апреля, но в этот раз погода оставила дорожникам куда меньше времени. На дороге наносятся современные пластичные материалы, которые разработаны с учетом климата нашего региона, а также традиционная разметка краской. Специалисты обновляют дорожную разметку на одной из самых оживленных трасс на подъезде к Красноярску. Специальная техника наносит слой термопластика. Это долговечный материал, который адаптирован к сибирскому климату и высоким нагрузкам. Такая разметка прослужит как минимум год и будет заметна в любое время суток. У нас есть возможность, работая тесно с заводами по производству разметочных материалов, подбирать непосредственно материал, который будет более дольше держаться на объекте. Между компанией БРИС-Центр и корпорацией развития Енисейской Сибири заключено соглашение о реализации на территории края инвестиционного проекта. Расширение производства, обеспечивающего оказание услуг по обустройству автомобильных дорог и оснащения парковок. Проект будет реализован к 2025 году и даст краю 40 новых рабочих мест. В проект компания БРИС-Центр планирует инвестировать более 160 миллионов рублей. Он позволяет предпринимателям выйти на новый уровень за счет увеличения объемов и выхода на новые рынки. Компания БРИС-Центр активно реализовывает проект. Подготовлены и направлены пакеты документов на получение финансовой поддержки, а также оптимизируются и разрабатываются новые технологии, чтобы сделать процесс нанесения разметки максимально быстрым и точным, автоматизировать каждый из его этапов. На сегодняшний день мы разработали собственный компьютер разметочный, провели полную автоматизацию нанесения дорожной разметки. И также сейчас работаем по роботизации процессов фигурной разметки, той, которой очень много, для того, чтобы минимизировать затраты ручного труда. Помимо этого, мы на сегодняшний день являемся первыми в России, кто запроектировал и запроецировал дорожно-знаковую информацию, дублирующую как проекция на дороге. Отдельно стоит отметить, что компания находится в нашем Красноярском крае, но география работ по разметке, которым занимается БРИС-Центр, охватывает более 10 регионов России. Специалисты работают по Омской области, до Приморского края и от границ с Китаем до Норильска. За 20 лет, которые существуют, БРИС-Центр удалось выработать систему и технологии, позволяющий подбирать материалы и способы нанесения индивидуально для каждого региона в зависимости от климата. Сейчас на территории Красноярского края при содействии корпорации развития Енисейской Сибири реализуется 147 перспективных инвестиционных проектов. Это рубрика «Комментарии». Сегодня у нас в гостях Пономаренко Анна Владимировна, руководитель Центра поддержки предпринимательства на базе Центра «Мой бизнес». И речь пойдет о форуме «День предпринимательства». Анна, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, когда начнется мероприятие и на каких площадках где будет проходить? Форум «Мой бизнес. День предпринимательства» с 22 мая до 26 мая он будет на площадке Центра «Мой бизнес» проходить, как в городе Красноярске, так и на территории всего Красноярского края. В этом году площадки запланированы не только в нашем городе, но и на территории Красноярского края. В этом году мы затрагиваем такие территории, как Нижний Ингаш, Сухобузимск, Зеленогорск и Минусинск. В этих территориях пройдет очное мероприятие. Просто все привыкли, что концентрация бизнеса почему-то именно в самом Красноярске, самая высокая, но, оказывается, регионы и районы тоже у нас активно очень участвуют, и масса идей там зарождается. Да, это действительно так. Все привыкли понимать, что «Мой бизнес» — это город Красноярск, это близко дойти, можно доехать и на общественном транспорте. Но очень много предпринимателей, которым в том числе нужна поддержка государства в территориях, которые порой думают, что не могут достучаться до государства, до каких-то мер поддержки, которые для них и предусмотрены. Поэтому действительно на протяжении нескольких лет у нас акцент на территории Красноярского края. Вот расскажите как раз, для кого это мероприятие, кому будет особенно интересно, и кто может, собственно, принять в нем участие? Данный форум интересен и начинающим предпринимателям. Это физические лица, которые только начинают задумываться о начале предпринимательской деятельности, у которых только какие-то бизнес-идеи зарождаются в голове, и они не знают, как превратить это в реальность. Это самозанятые граждане. И, конечно же, начинающие и действующие предприниматели, которые уже твердо стоят на ногах, для них уже более интересные, подобранные под их, возможно, какие-то кризисные ситуации уже при ведении бизнеса. Это и по налоговому законодательству. То есть абсолютно большому кругу участников данный форум будет интересен. А можете все равно пояснить, что нужно для этого? Все равно же какой-то должен быть бизнес-план хотя бы составлен, какой-никакой, даже для начинающих. Я недавно с таксистом ехала, мы разговорились. Ну, как обычно-то бывает, что таксист говорит, да я вообще хочу быть предпринимателем, это невыдуманная история. И он говорит, у меня есть бизнес-план, хочу гордонечковое плавание открывать, филиалы, чтобы это все работало в разных территориях, куда мне обратиться. Вот как раз вспомнили с ним, что есть такой центр, мой бизнес в том числе. Вот такие люди, они тоже могут прийти со своей идеей, у которых, по сути, ничего нет, да, только вот в голове лампочка зажиглась и все. Да, здесь, знаете, есть такая категория граждан, которые вроде бы и хотят стать предпринимателем, но чего-то боятся, боятся переступить какую-то грань, ступень. И придя на нашу площадку, пообщаться с некоторыми экспертами, специалистами, объяснить свою идею, с чего они хотят начать, и вообще реализуема ли эта идея. Естественно, наши специалисты проконсультируют, подскажут, с чего начать. Самый первый шаг. Последовательно помогут какие-то действия, шаги, начиная от составления бизнес-плана, от представления их идей на бумаге, заканчивая теми мерами поддержки, которые пользуются уже многие предприниматели у нас в Красноярском крае. Это и где получить финансовые поддержки, льготное кредитование у нас в крае предусмотрено, и какие-то, возможно, это и сертификация, и участие в выставочных мероприятиях. Обо всем специалисты наши рассказывают и, естественно, помогают идее воплотиться порой в жизнь. Расскажите о программе форума сейчас подробнее. Это же несколько дней будет, получается, и спикеров тоже много должно быть. Программа рассчитана на пять дней, как я уже сказала, с 22 по 26 мая. Запланировано около 30 мероприятий, и каждый день площадка «Центр мой бизнес» будет задействована. Это и на «Матросово-2», это и «Белинского-5», и онлайн-мероприятия, которые будут возможность подключения с территорией. В самый первый день, 22 мая, у нас запланирована конституционная площадка. Почему мы особо приглашаем в этот день на эту площадку? Потому что это уникальная возможность для действующего бизнеса, для начинающих предпринимателей, для самозанятых посетить в одном месте сразу более 10 экспертов, получить консультации от них. Это крайне действительно редкость на нашей площадке. И при консультировании они, естественно, переступят определенную грань, страх переборят, и в одном месте могут получить большой спектр знаний. Одна из тем, там же еще и ведение бизнес-переговоров есть площадка, да? Да, 24 мая тренинг проведет Руслан Баликов, основатель школы переговоров, все переговоры РФ. Запись успешно идет на это мероприятие. Здесь мы предусмотрели и онлайн-подключение, наверное, одно из спрашиваемых и рентабельных мероприятий, которые будут на наших мероприятиях в дни форума. И также хочу заметить, что большая запись идет у нас на тайм-менеджмент, то есть как успеть все и сразу. Есть площадки для самозанятых граждан, есть площадки узконаправленные специфики, это и по лесной промышленности, это и по пищевой промышленности. То есть очень много мероприятий, причем по разным сферам деятельности предпринимательства Красноярского края. А правда, что для женщин предпринимателей тоже отдельная будет такая беседа прям? Да, мы предусмотрели такую эмоциональную разгрузку для женщин. Проведет такой некий мастер-класс по рисованию Венера Валевска, которая позиционирует свой бренд как Я-картина. Она у нас не раз поддержку получала, мы выставляли ее и в Москве на выставках. И она проведет такой мастер-класс для женщин. Запись мы уже на сегодня закрыли, поскольку, наверное, очень быстро на мероприятие набралось много желающих, более 30 участниц женщин, где они проведут очень полезное время с релаксом. Параллельно правильно я понимаю, что будет идти сам форум и еще будут работать открытые площадки или дни открытых дверей будут проходить где-то? Да, действительно, наши партнеры данного форума, это Краевой фонд науки, это бизнес-инкубатор Критби на свободном 75, проводят дни открытых дверей все пять дней, где все желающие, кто ни разу еще не был, не знают, не знакомы с этими организациями, могут прийти, посмотреть, что это, для чего это. И, естественно, также принять участие в программе, в том числе предусмотрены мероприятия, организованные нашими партнерами, поэтому приглашаем также не только к нам, но и к нашим партнерам. Расскажите для тех, кто еще пока сомневается, о бизнесах Красноярска и Красноярского края, которые вот так же начинали, получается, с идеи какой-то и уже сейчас активно работают, успешно, чем они занимаются? Здесь, конечно, я бы подчеркнула больше наших предпринимателей с края. Есть у нас один предприниматель, он начинает в качестве самозанятого, у него была просто бизнес-идея в муниципалитете, в Нижнем НГШ, что редкость, это как бы отдаленный от краевого центра район, он решил открыть пиццерию. Обратился в центр «Мой бизнес-идеи», мы, естественно, его проконсультировали, подсказали, с чего начать, в какие органы и инстанкции ему обратиться, чтобы собрать пакет разрешительной документации. Мы ему помогли, сейчас он проходит процедуру сертификации, опять же, благодаря центру «Мой бизнес», и открыл пиццерию в Нижнем НГШ. Также есть пример село Таяты. Там семейная пара, муж и жена изготавливают деревянные игрушки для детей. Они настолько стали пользоваться спросом, они, так как отдаленный район, мы столкнулись с тем, что там и плохая интернет-связь, почта также плохо доходит. Тем не менее, мы нашли способы, они выезжают в Минусинск, подписывают документы, направляют нам, это все решаемо. И мы сертифицировали их продукцию для детей от 3 лет, это более такая дорогостоящая сертификация. Естественно, средств у них не было на эти цели. И сейчас они участвуют в госзакупках, их продукцию приобретают детские сады, что, естественно, также для них это большой подспорье для района. Также они выезжают с нами на выставки, вот «Ладья зимняя сказка», это такое народное художественное промыслы. И сайты сейчас делаем. Ну и на маркетплейсах тоже, наверное, могут свою продукцию показывать на всю страну. Да, да, да. И есть очень много заявителей. На маркетплейсах заявляются в основном это самозанятые граждане. Центр «Мой бизнес» оказывает им содействие в регистрации, это «Озон», «Валберес». Мы их регистрируем, создаем карточки, размещаем их продукцию на маркетплейсах, подключаем к возможным акциям. В общем, запускаем полный процесс и в сопровождении два месяца их деятельности на маркетплейсах. Также пользуются спросом. Давайте еще раз пригласим всех на форум предпринимательский, когда он пройдет, напомните, еще раз. И где можно посмотреть всю программу? Как я уже сказала, программа у нас обширная, на 5 дней, более 30 мероприятий. Форум пройдет с 22 по 26 мая 2023 года. Зарегистрироваться можно на сайте, официальный сайт форума, дни.дефизпредпринимательство.рф. Регистрация, приглашаем всех желающих, не только действующий бизнес, но только те, кто планирует, кто вынашивает идею, боится справиться со своими какими-то комплексами и другими проблемами. Всем подскажем, всех научим и будем вам только рады. Главное начать, получается. Да, да. Не бояться. Главное делать первый шаг. Напомните, в офлайн и в онлайн тоже будет идти, если что, какая-то трансляция. Да, часть мероприятий при регистрации заявитель увидит. Мероприятие будет проходить либо только в формате офлайн, и там четко прописано, на какой площадке. Очень много у нас все пять дней. Площадка делового пространства с центра «Мой бизнес» задействована на Матросова-2, наш головной офис. И часть мероприятий специально для муниципалитетов, естественно, мы предусмотрели онлайн-подключение. Также при регистрации необходимо указать, если они хотят онлайн, и мы им направляем уже ссылки на подключение. Спасибо за беседу. Анна Пономаренко была у нас в гостях, руководитель регионального центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес». Всего хорошего. Спасибо вам.